Представители школы Зато-Сибирский на лектории впервые, хотя талантливых ребят и у них достаточно. Все любознательные и готовы постоянно узнавать что-то новое. Ученик Татьяны Морозовой, третий классник, уже участвовал в конкурсе «Будущая Алтая» с работой «Как получить электричество в походных условиях». Он со своими родителями был в горах и его заинтересовал вопрос, а как вообще можно зарядить телефон, находясь в таких условиях. И мы с ним занимались этим исследованием, представил видеоматериал, где он с папой с помощью практически мешка картошки заряжал телефон. И с этой работой он выступил в крае. Вслед за третий классником Константином написать научные работы пожелали еще трое учеников Татьяны. Как правильно их оформить, как сделать так, чтобы интерес к науке у школьников только рос – задача подобных лекториев. Сегодня своими знаниями со школьными педагогами делился преподаватель педагогического вуза, специалист по робототехнике. Это, кстати, сейчас одно из самых востребованных направлений у школьников. Я пытаюсь представить это как хлебные крошки. То есть, когда есть сказка, когда ведьма заманивает детей в лес с помощью крошек печенья. И мы, в принципе, должны заманить в дремучий лес науки с помощью привлекательных результатов. Соответственно, когда ребенок приходит, то желательно, чтобы уже через 40 минут у него что-то было интересное, чтобы он мог это рассказать детям своим одноклассникам и родителям. Ну, например, приходит на робототехнику, желательно, чтобы он ушел, а у него уже мигал светодиод. К сожалению, не в каждой школе края у детей есть возможность получить интересные научные знания. Но у всех, по мнению Алексея Ушакова, должна быть возможность выезжать на разного рода конкурсы и олимпиады. Мы у Ломоносова можем прозевать, если у этого Ломоносова хотя бы не будет небольшого периода соприкосновения с тем, как может быть. Например, ребенок из Сева приезжает в город и видит сотни детей на олимпиаде, которые занимаются чем-то, он с ними знакомится. И вдруг он понимает, что он не один, и этим действительно надо заниматься. Сегодня педагоги услышали много важной информации. Как выбрать тему научной работы для школьника, как эту работу правильно оформить, какими путями заинтересовать ученика участвовать в разного рода конкурсах. И самое важное, как научные разработки могут пригодиться в обычной жизни. Кстати, очередные отборочные соревнования из серии «Шаг в будущее» пройдут в Барнауле совсем скоро, в конце октября-начале ноября. И наши алтайские ребята должны быть готовы посоревноваться в знаниях с гостями из других регионов Сибири и Дальнего Востока. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.